Особой паники в Алматы не наблюдалось, но жители и гости мегаполиса испытали шок от землетрясения. Связано это с тем, что толчки были непривычные по своему характеру. В этот раз не качало из стороны в сторону, трясло вертикально, ощущались мощные вибрации. Поэтому первые секунды никто даже и не понял, что случилось. Землетрясение произошло в 11.22. Алматинцы еще до звука сирены успели быстро покинуть здание. Вы знаете, с первого этажа очень резко тряхнуло, через секунду еще снова, и мы просто выбежали. Все спокойно вышли, оглянулись, переглянулись, что выходим, выходим, ну выходим, все, вышли. В принципе, сразу было понятно, что это землетрясение. Вот эти вот курсы, которые проводятся же по сейсмоподготовке, они дали какой-то результат. После сильного землетрясения ночью 23 января в городе провели немало сейсмотренировок. Более подготовлено оказались школьники и студенты. В момент опасности они эвакуировались. Для студентов вузов, колледжей и учеников школ второй смены Алматы отменили занятия. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования и науки. В частных детских садах родители попросили забрать детей домой. В чатах родителям напомнили, что школы являются местом сбора людей. Дети уже после проведения много времени тренировок, они начали отлично среагировали, быстро вышли на улицу вместе с учителями. Сирены сработали буквально через минуту после первых толчков. А вот сообщения от 112 начали приходить в среднем через полчаса. Также полицейские Алматы переведены в усиленный вариант несения службы. Опять землетрясение в Алматы. Сейчас многие начали выезжать за город в частные дома к родственникам и друзьям. Поэтому в мегаполисе наблюдаются десятибальные пробки. А цены на такси взвинтились в два раза. Елеман Раймбеков, Ринат Абулхайров, Сергей Шуйский, Информбюро.